Армения ТД представляет ключевые события прошедшей недели. Тариф на газ в Армении для обычных потребителей с 1 апреля подорожает на 4,7 драма в составе 143,7 драма. Комиссия по регулированию общественных услуг 1 марта удовлетворила соответствующую заявку комиссии «Газпром Армения». Девальвация рубля на фоне повышения тарифа на газ негативно скажется на экономике Армении, заявил в беседе с Армении Today президент общественной организации «Центр консультирования потребителей» Карен Челингарян. В Армении отменен режим обязательного ношения масок в закрытых помещениях, за исключением медучреждений. Минздрав пошел на этот шаг в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в стране. Парламент по итогам второго тура избрал президента Армении. Им стал Ваган Хачатурян. За него проголосовали все, без исключения члены правящей фракции «Гражданский договор». Парламентская оппозиция быкотировала голосование. Инаугурация пятого президента Армении состоится 13 марта в 12.00 в спортивно-концертном комплексе имени Карена Камирчана. В Сюникской области новый губернатор. Меликсета Паусяна на этом посту сменил Роберт Кукасян. До этого назначению он был помощником премьер-министра. С 21 января прошлого года по настоящее время по решению главы правительства Кукасян был откомендирован в Сюник. Парламент Армении утвердил поправки в закон о рекламе, согласно которым запрещается реклама онлайн-казино и тотализаторов в СМИ и на рекламных счетах, включая также баннеры метро. Президенты России и Франции пригласили армянского премьера посетить Москву и Париж. Как сообщила пресс-служба премьер-министра Армении, Никол Пашинян поедет в Москву в апреле, а в Париж в начале марта. Этот визит будет приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Отметим, что 9 марта в Париже планируется проведение форума армяно-французского сотрудничества с участием высокопоставленных должностных лиц Армении и Франции. Глава МИД Армении Арарат Мирзуян на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Азербайджан продолжает нарушать права человека не только в Нагором Карабахе, но и в приграничных районах Армении. Мирзуян заявил, что спустя 16 месяцев после установления режима прекращения огня, Азербайджан продолжает удерживать в плену 38 армянских военнослужащих и гражданских лиц. Судьбы сотен пропавших без вести остаются неизвестными. Вопросы армянских пленных Мирзуян обсудил также с председателем Международного комитета Красного Креста Питером Мауреро. Глава МИД Армении подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных структур в Нагорный Карабах. Армения воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН по резолюции с осуждением операции России на Украине. Из бывших советских республик за резолюцию проголосовали Украина, Грузия, Молдова, Эстония, Латвия и Литва. Армения также воздержалась при голосовании по вопросу проведения специального заседания 49-й сессии Совета ООН по правам человека, посвященного Украине. Лучший бомбардир в истории сборной Армении по футболу Генрих Махитаря сообщил о решении покинуть сборную. Он отметил, что отдал национальной команде все, что мог, и что в ближайшие годы будет полностью сосредоточен на клубной карьере. Махитарян провел за сборную 9-5 матчей, забив 32 гола. Война между Россией и Украиной продолжает набирать обороты на фоне новых антироссийских санкций США и Запада. По итогам второго раунда российско-украинских переговоров стороны договорились обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации граждан и доставки продуктов и лекарств, а также о возможном временном прекращении огня. В связи со сложившейся в зоне российско-украинского конфликта ситуацией российская авиакомпания S7 отменила рейсы по целому ряду направлений, в том числе и в Армению до 30 апреля. Уральские авиалинии также до 26 марта отменили рейсы в Армению.